Саша, еще одна тема тут такая. Скажи мне, пожалуйста, вот ты несколько раз, да не несколько раз, а довольно-таки порядочно лежал там в этих заведениях закрытого типа. Ну раз в 20, наверное, точно. Скажи мне, пожалуйста, там умные люди есть? Да есть. Там, в принципе, вот так вот, если разобраться, если убрать стены, там все более-менее нормальные. А дурачков, их держат в отдельной палате, вот, которые вот эти вот бесноватые всякие там, их вяжут, там капельницы ставят, ну, но они там в трусах ходят по палате, одежду все снять. Так а на хера тогда, блядь, нормальных людей там держат? Ну, не знаю, и причем они готовы любого взять с улицы и что-нибудь, какой-нибудь диагноз определиться точно. Ну да, потом скажут, что врачи в диагнозах не ошибаются. Понятно, а потом статью эту хера уберешь. Да. Ну понятно, был там у нас знакомый такой случай. Вообще, ни за что, вот, буквально, ну, с кем я не разговаривал, эти ребята, допустим, там, из зоны их на кишкинку перекидывают. Ну, 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 тебе так косят, наверное, случайно? Нет, тебе, а, ну, может быть, да, кстати, может быть, и косят, вот. Ну, и что, они такие, блядь, ой, здесь плохо, на зоне лучше, говорят, а здесь вообще крытое. Ну, блин, да, ребят, я не был там, но я думаю, что вы правы. Накрытки побывал в кишкинке. Круто. Короче говоря, у любого человека, если туда запихают, блядь, диагноз поставят, и будут пичкать таблетками, нахуй, в итоге сделают дураком, блядь. Или пока не умрю, вот, как бы был случай, я, вот, вечер, а на следующий день я выписываюсь, вот. Ну, и приводят мужика, он с пакетом, мужик, мужик, вроде, в туировках такой, в футболке, аккуратно одетый такой, его в наблюдалку кладут, типа там, а он когда ходил курить, он с пакетом ходил, потому что, ну, дурачки не распотрошили, там, раздербанили его, вот, курил приему, помню, ну, мы что-то там поговорили, в курилке постояли, поговорили, ну, все, он пошел спать, утром умер, или ночью умер, какой-то укол, мы вкололи, не тот, может, галлоперидол, от него бывает, вот, в аннотации галлоперидол написано, побочные действия, смерть, какие-нибудь. Нихуя, блядь, а пацаны его сколько жрали, блядь, вообще пиздец, блядь. Их там сковывало, у меня кореша сковала, блядь, у меня такая пластилиновая улыбка на ей на лице появилась, я в окно утром смотрю, он на работу идет, я ему ору там, типа, блядь, Олег, Олег, он поворачивается и улыбается, он вообще улыбается, он идет, такой голубой, ну, и так и идет, что недолго так шел, а потом я его встретил, он говорит, блядь, мне от этого галлоперидола сковало всего, блядь, я, говорит, пока на работу не пришел, он сварщиком работал, двери они стальные валили, говорит, стакан водки выпил, так тогда отпустило, а то, говорит, вообще, блядь, и он же, как у дурака, блядь. В палате тоже, это, один встал на кровати, он циклодол отдавал, от циклодола сбивает вот эту вот, циклованность, а он циклодолосу отдавал за сигареты, вот, таким, которые нормальные, вот, а сам потом встает, ну, время подошло, и это действие галлоперидола, он такой встает, одеяло встанет, ляжет, укроется, встанет, ляжет, укроется, такое все, одно и то же движение, и такой потом, булки, сладкие булки, булки, сладкие булки, да что, так кончится, тут закончил этот, тут вдруг через кровать, на шконке еще один лежит, так, ну, сегодня я здесь, завтра здесь, а в понедельник улетаю, Mi-8 стоит уже под окном, тоже там, думаю, да, блядь, как же так, вертолетчики, рядом булки, вертолетчики, пика и вертолетчики, 17-го, два убийца, один здесь вот лежал, другой вот так, через тумбочки, ужас, а как ты, бабок, дед был там, дед бабок, бабков, фамилия, бабок, бабок, Вася бабок, сидел за убийство, крысу убил, если в интернате, он по этим, по тумбочкам лазил у них, и он его ударил, этот упал, он подошел еще ногой по голове, ударил и на глушняк, и его сначала на Ливинскую, он 4 года, по-моему, там был, потом на дурку перекинули в 16-е, потом уже вот перед самой выпиской его в 17-е перекинули. С людоедом ты не встречался там? Нет, с людоедом нет. А, людоед на Ливинской был, да. Не, на Кишкин, на Ливинской был. Да, эти опасные такие персонажи. Ну, а как ты в побег-то уходил-то оттуда? Да я не уходил в побег, я говорю, я пойду погуляю. Уже смешно. Они такие, ну, сходи, ну, видишь, что я нормальный. Они еще не знали, какой ты нормальный, на самом деле. Ну, я пошел, первый раз сходил, второй раз с это, иду, думаю, а че я вот так бесцельно, бесцельно хожу, можно же, в принципе, и домой съебаться. Почему мне? Сажусь вокруг, тогда еще это самое, можно было без денег проехать. Сказал, меня выписали, и все. Ну, понятно. Вот, это был первый раз я свалил. Ты там залез в авто и сказал, у меня выписали, там, братан, садись, давай, с ветерком тебе доставлю. Не, ну, там в основном ездят эти, родители, проведывают. Короче, без эксцессов, сел и уехал. И не искали ничего. Искали, я сам позвонил, говорю, я сейчас приеду, заберу вещи. Они, ну, давайте, распишитесь, пожалуйста, что отказываетесь от лечения. А-а-а, оказывается, так можно было. А-а-а, вот как. Я говорю, да без базара. Приехал, забрал шмотки, расписался и ушел домой. О, блин. Оказывается, так можно было. Это когда я сам лег. А-а-а, ты сам. А если тебя привозят, то... То уже хрен-то сорвется. Да, там не соскучишь. Там страшный врач Роганов. У тебя прижимистый. Да, да. Там уж не сорвешься у него, блин. Небось, и у тебя хотел квартирку отжать. Ну, да, а почему бы и нет. Да, да. Думал. Заранее со всех там подписи собрал, чтобы все вы ему завещаете и все. Да. Нормально, блин, так устроился дядя. Ха-ха-ха. Ну, ладно, Саш, давай радиограмма. Отбивай, покажи-ка нам, как это все происходит. Ну, вот так. Главное, чтобы плоскость была. Ага. Подкручивай там все правильно. Ну, вот. А что, сос? Да, сос. Все высота. Можешь еще что-то вспомнишь. Ну, вот. Я только могу. Сейчас. Это прям как в Кремль какая-то телеграмма сейчас была. Ха-ха. Повысьте пенсии, наверное. Ха-ха. Или нет. Схерлопремя. Что это ты сейчас саданул там? Да я вот... Мата ругался. Знаки какие, помню. А какой твой позывной был, ну-ка, прощите? Не было позывной. Не было, да, позывной? Да, да. Жалко. Ключом бы позывной. Ключ. Ну, был бы позывной. Ключ охренительный, да? Да. Позывной так вообще нормальный. Да. Ха-ха-ха.